Добрый вечер! В эфире «Весь Карачаево-Черкесия» в студии Руслан Жукаев. Сегодня день пограничника. Командование, личный состав пограничного управления ФСБ России по Карачаево-Черкесии и ветеранов службы с профессиональным праздником поздравляет глава Республики Рашид Тимрезов. Государственная граница России – это священная и неприкосновенная. Эти слова на протяжении многих десятилетий служат руководством к действию для тех, кто стоит на страже государственных рубежей. Честь и беззаветная преданность долгу, мужество и отвага – отличительные черты многих поколений пограничников. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов возложил цветы к памятнику воинам-пограничникам на Аллее Героев Черкески, отдав дань памяти и уважения мужеству, стойкости и героизму наших земляков-пограничников. Столетию образования пограничного управления было посвящено сегодня торжественное собрание. О знаменательной дате в репортаже Али Баташева. Под звуки марша флаги России, Карачаева-Черкесии и 36-го пограничного отряда торжественно внесли в зал. В этот день сотрудники погрануправления и члены их семей принимали поздравления в связи с 106-й годовщиной со дня образования пограничной службы России и 100-летием пограничного управления ФСБ России по Карачаево-Черкесской республике. Защита рубежей Отечества всегда была делом смелых и сильных духом людей, готовых первыми принять на себя удар врага и порой ценой собственной жизни выполнить служебный долг. Навечно останется в наших сердцах память о тех героях, кто отдал жизнь в военное время и в мирные дни защищая рубежи нашей страны. Память о тех, кто не вернулся с дозора, погиб в бою, защищая свою родину, почтили минутой молчания. История погрануправления ФСБ России по Карачаево-Черкесии началась в 20-е годы прошлого века с образования Сухумского погранотряда. До настоящего времени все поколения пограничников достойно несли свою службу по охране государственных рубежей, отмечали выступающие. Ветеран погранслужбы Евгений Болховитин прошел путь от рядового солдата до генерала-полковника. Все 40 лет службы на границе его вдохновлял пример легендарного Никиты Карацупы. Он задержал и привел на пограничную заставу в одиночном порядке бандами свыше 360 нарушителей. И еще примерно 150 он застрелил в боестолкновениях. Вот таким должен быть пограничник. Отважным, преданным своей родине, неподкупным. Самым достойным сотрудникам пограничного управления ФСБ России по Карачаево-Черкесской республике вручили различные награды. Свой музыкальный подарок людям в зеленых фуражках подарил и ансамбль «Пограничник Кавказа». В ходе праздничного мероприятия состоялись показательные детские выступления. Все желающие могли попробовать кашу из полевой кухни, а также ознакомиться с выставкой современного оружия и специальных средств связи российского производства. Мальчишки смотрели в прицелы снайперских винтовок, разглядывали тепловизоры и восхищались теми, кто стоит на охране рубежей нашей страны и держит границу на замке. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия. В общественной палате обсудили качество и безопасность региональных и муниципальных автодорог. В мероприятии участвовали представители профильных министерств и ведомств, правоохранительных органов, администрации муниципальных районов и городских округов и члены общественной палаты. В ходе заседания эксперты обсудили результаты реализации нацпроекта, выявили наиболее острые проблемы, которые необходимо решить в ближайшее время. Также много вопросов возникло в сфере безопасности дорожного движения в республике. Кроме того, участники круглого стола обсудили планы по улучшению качества дорог. В частности, в этом году в республиканской столице запланирован капитальный ремонт автомобильных дорог. Бизнес-сообщество отметило День российского предпринимательства. Ежегодно в этот профессиональный праздник им уделяют особое внимание, благодаря за труд и вклад в развитие экономики Карачаева-Черкесии. Этот год не стал исключением. За заслуги в сфере бизнеса было отмечено более 100 предпринимателей. Подробности у Альбины Ламковой. Наша республика имеет мощный потенциал в развитии туристического бизнеса. Инвестиции в данную отрасль экономики на перспективу беспроигрышны. Природно-климатические условия – один из важнейших факторов, на который обращают внимание инвесторы. Ну и, конечно, чистый воздух и живописные места. Причем климат Карачаева-Черкесии идеально подходит для развития всесезонного оздоровительного туризма. Отметила основатель парк-отеля «Сан-Вилуч» в Архызе Елена Гришина. Сказав, что поддержка и развитие внутреннего туризма государством существенно. Взаимодействие частного государственного партнерства – оно очень важно. Я не участвую в программе субсидирования, не потому что я не хотела, я просто не успела. Мы совсем наши объекты построили недавно. Если мы вспомним, Архыз всегда ассоциировался с палатками. Сейчас есть очень много мест, где тоже можно поставить палатки. Но в то же время сейчас развивается очень много именно туристических объектов, где строятся отели. В то же время мы же приглашаем туристов, они должны все-таки проживать в определенных комфортных условиях. Тем более, если все эти условия созданы. Бизнес и государство тесно взаимосвязаны. Нужно дружить и взаимодействовать. В этом уверены предприниматели республики. Один из ярких представителей бизнеса – старейшина Корчаева-Черкесии Абубакир Тамбиев. У нас в республике не мешают заниматься предпринимательством. Есть очень много механизмов, которые дают очень серьезные результаты. Центр молодежного инновационного творчества собрал бизнесменов из разных сфер деятельности. Торговля общепитной информационной технологии, туризм, производство продуктов питания, легкая промышленность. Программу праздника помимо торжественной части включили площадку для общения и обмена опытом предпринимателей региона. Более ста человек в День российского предпринимательства отметили грамотами и благодарственными письмами. Призываю предпринимателей, особенно начинающих, активно вступать в торгово-промышленную палату и взаимодействовать, вести диалог с государством, с правительством, потому что там можно получить и помощь существенную, и опыт, и знания. И все это, на самом деле, можно получить бесплатно. В своем выступлении министр экономического развития Артур Езаов отметил вклад предпринимателей в преодоление сложных кризисных явлений государства. Это и пандемия прошлых лет, и введенные санкции в 2022 году. В итоге бизнес-сообщество и государство сплотилось. Диалог ведется на принципах партнерства и взаимной выгоды. Ваш труд, упорство, предприимчивость играют огромную роль в экономическом развитии нашей страны. Отметить вот в этом зале вижу большое количество предпринимателей, которые оказывают помощь и поддержку нашим бойцам в зоне проведения специальной военной операции. Спасибо вам большое. Каждый из предпринимателей – это человек, который открывает новые возможности, новые рабочие места, развивая нашу экономику и общество. Я сердечно поздравляю всех наших предпринимателей и желаю им новых свершений. В этот день представители власти не только поздравили предпринимателей с профессиональным праздником и вручали им грамоты и благодарственные письма, но и были представлены музыкальные номера. Они стали настоящей изюминкой торжества. Альбин Ламков, Олег Молхожев, Вести, Корчава, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы расскажем о мероприятии, посвященном году семьи и конном пробеге. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза, днём в отдельных районах сильный, ветер восточный с переходом днём на западные 6-11. Температура ночью 9-14, в горах до плюс 8, а днём 20-25 градусов тепла и местами до плюс 16. В Черкесии ночью без существенных осадков, в днём кратковременный дождь и гроза, ветер восточный с переходом днём на западные 6-11 метров в секунду. Температура ночью 12-14, а днём 23-25 градусов тепла. Продолжаем выпуск. На базе республиканского мадресе в Учкакене прошёл круглый стол на тему «Государственная поддержка семьей, основные формы и их значимость в современном обществе». В мероприятии приняли участие видные религиозные деятели нашей республики и СКФО, представители органов государственной власти и сотрудники высших учебных заведений. Собравшиеся отметили, что основные целостные ориентиры закладываются с детства в семье, поэтому необходимо учитывать важность государства и духовенства для обеспечения стабильности и благополучия общества. Организаторы круглого стола – Координационный центр «Мусульман Северного Кавказа» при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. День возрождения карачаевского народа, он же праздник дружбы, прошел на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Масштабное мероприятие с призовым фондом 1 миллион рублей собрало жителей и гостей Карачаевского района. Программа более чем насыщенная. Конный пробег, различные конкурсы, конечно же, концерт и традиционные угощения. В атмосферу праздника прониклась Алла Качиева. Перевал Гумбаши. Здесь, у подножия Эльбруса, на высоте более чем 2000 метров над уровнем моря, и было решено провести поистине народный праздник – День возрождения карачаевского народа. Организаторы масштабного мероприятия – администрация Карачаевского района. Со мной сегодня мой внук Шамиль. У меня два внука. Они живут в Черкесске. Но на выходные ко мне приезжают. Они просятся. И мы хотим, когда я их спрашиваю, хотите в кафе? Они говорят, нет, мы хотим в мору. Потому что они вот горцы наши, лошади любят, знают свой аул. Я думаю, это очень важно, потому что каждый из нас должен учить своих детей. Потому что это наше будущее. Лошадь всегда занимала особое место в жизни горца. И сегодняшнее мероприятие началось с конного пробега. 70 всадников соревновались в забеге на 37 километров по горной местности. В соревновании на выявлении самых выносливых скакунов участвовали представители городов и районов Карачаева-Черкесии и практически всех регионов СКФО. Ну а тем временем на импровизированной сцене начался концерт артистов Карачаевского района. Музыкальные номера перемежались с конкурсами для девушек. Пеленание ребёнка в люльке продемонстрировали три горянки, а члены жюри их оценивали. В итоге участницы набрали одинаковое количество баллов и всем им достался денежный приз. А следующий конкурс, где приняли участие горянки, пока с традиционного карачаевского платья. Здесь оценивались полнота образа, наличие национальной атрибутики. Участница под номером 5 Амина Ябекуева из аула Каменомост. Ей и присудили первое место в этом конкурсе. Мне сшила моя бабушка. Она увлекается этим делом. И вот мне от неё, наверное, передалось это, скорее всего. Мне очень нравится это дело. Карачаевцы, как и все народы Кавказа, отличались всегда гостеприимством. Блюдами национальной кухни угощали всех собравшихся. Издревле у карачаевского народа никакое торжество не обходилось без традиционных хачанов. Ну и, конечно же, без напитка долголетия. Приятного аппетита! Праздник возрождения разделили представители других репрессированных народов Кавказа – ингушского и балкарского. Известные артисты Эльдар Жаникаев и Леман Альгиева исполнили для собравшихся свои популярные хиты. И получила Леман Альгиева ответный подарок. Глава Карачаевского района Спартак Кущетеров преподнёс в дар исполнительнице лошадь карачаевской породы с семенным седлом. А на соседней площадке только так летели щепки. Участник должен был продемонстрировать скорость, умение и силу в раскалывании полена. Первым заданием выполнил Канамат Хубиев из Джинни-Река. Бег в гору – ещё одно испытание для мужчин. Участники после старта поднимались на гору по извилистой дороге. Первым до финиша с хорошим отрывом добежал Асхат Кипкеев из Учкулана. Ну а в конце определились победители в конном пробеге. Пять всатников, которые первыми пересекли финишную прямую, получили денежные награды. Турнирную таблицу возглавил участник под номером 50. Жакей Руслан Гачияев на лошади карачаевской породы наследник, владельца Тимурлана Темирбулатова из Кисловодска. Им и достался главный трофей – в 500 тысяч рублей. Ну это у нас в крови, поэтому не тяжело. И это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Мелодия для двоих». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!